И поскольку покечаяние дали таки нам время в эфире, то будем мы сегодня говорить о делах сугубо народных. В общем-то, неожиданно казалось бы, а на самом-то деле коренное, так сказать, сырмяжное сегодня в нашем эфире. И скоро сказка сказывается. Да быстро программа наша к концу подойдет, поэтому в ближайшие полчаса проведите вместе с нами, с программой тот еще вечер, ведущим Владимиром Мутовкиным. Наталья Роголева. Обоговорим мы сегодня действительно на одной из наших Владимиров, пожалуй, любимых тем, правда, о нашей культуре. Потому что совсем скоро стартует в нашем городе 18-й фестиваль национальной культуры Игоря Хоробра. И вот знаете, тепло наконец-то прям по-весеннему. Но так, наверное, только после горя Хороброва и такая настоящая весна в Сибирь приходит. А она прошла настоящая весна, да? Ну, пока отопление не отключили, я так не считаю, если честно. А вот когда все, тогда, да, в общем, мы вам рады. Или, как говорили наши предки, как печь перестали тупить, так вот и сразу и началась весна, да? К тому же лето сразу. В общем, начинаем незамедлительно, времени немного. Поехали. В прямом эфире мы работаем для вас. Телефон наш для связи с нами 695-644. Присоединяйтесь к нашей беседе. И напоминаю, что есть еще одна у нас форма общения с вами. Это наше голосование традиционное, бесплатное. Так что тоже к нему подключайтесь. И вот, что нам интересно сегодня. Подобный фестиваль — это форма сохранить нашу культуру. Ну, так пишется в официальных пресс-релизах, так мы говорим в своих сюжетах. А вот что мы сохраняем на самом деле, проводя вот такие праздники? Вот с таким вопросом мы к вам сегодня обращаемся и предлагаем три варианта ответа. У вас могут быть свои, их, пожалуйста, по телефону. Сохраняют душу нашего народа, потому что вот что передает ее. Сохраняем благодаря этому песни, танцы, костюмы, ну, какие-то элементы материальной культуры и нематериальной культуры, говорить про песни и танцы. В общем, это что-то такое, что вот есть где-то отдельно, почти как в музее. И ничего не сохраняем, потому что, по сути, это костюмированные вечера. И не более того, вот такой вариант мы тоже сегодня в голосование включаем. Но эта позиция может быть, и она может быть с вами объяснена и оправдана. Это позиция, но нам не близкая. Ну, так бы я сказала. Ну, да, да, да. Ну, опять же, я вот душой кривить не буду. Все равно вот эти фестивали, это где-то все есть, но вот чуть-чуть где-то. Ну, это какие-то дни, какие-то места, чтобы в это... Я знаю, куда приехать. Я знаю, где это все есть. Но что под ежедневным элементом моей жизни, ну, пожалуй, пока нет. Я ощущаю себя русским человеком. У меня дома с деревянной ложки под хохлому. Ну, я тебя сейчас вообще не понимаю, потому что что значит? Ты предлагаешь всем переселиться в какой-нибудь 16-17 век, чтобы окунуться? Нет, но мне кажется, что что-то в поведении, может быть, в укладе жизни, что-то менять. В окошнике ходить, в сора фани? Нет, нет, ну, еще моду другая. Как-то вести себя, может быть, иначе? Жизнь выстраивать? Не знаю. Я размышляю над этим. Давай будем размышлять в другое время, не во время эфира. В общем, я считаю, что на самом деле, ну, это личное мое вкусовое ощущение, все эти фестивали, они прекрасный способ вернуться немножечко назад, посмотреть в какой-то мере, ну, как в глазок дверной посмотреть, как жили наши предки. Я надеюсь, мы выясним, насколько мое мнение верное или нет, когда придут наши гости. Ну, а я сейчас предлагаю вообще дело в долгие ящик не откладывать. Да, по поводу фестиваля. Начинается он 4 мая, вот сегодня на календаре. Господи, боже мой, какое? Третье? Хорошо мы отдохнули. У нас вообще суперкороткая неделя, всего один эфир на этой неделе. Так вот, с 4 по 6 мая в нашем городе проходят фестивальные мероприятия. Основной базой их проведения станет ДК имени Малунцева. Там пройдут мастер-классы, творческие встречи, песенные фестивали, ярмарки. В общем, все туда. Там же будут выступать специальные гости, проекты «Молодежное творческое объединение под облаками». И как раз участники его позже появятся у нас в гостях. И там же пройдет, пожалуй, одно из основных мероприятий этого фестиваля. Это вечерка, куда активно зазывают всех хомячей. А вот что такое вечерки и кому надо стоит сходить, вот об этом сюжет наш Анастасия Вдокимов приготовила. Предлагаю смотреть. Давайте смотреть, да. Когда-то каждый воскресный вечер в деревнях проходил именно так. Добрые молодцы да красные девицы надевали яркие рубахи и сарафаны. И собирались на вечерки попеть, поплясать, до себя показать. Ведь будущих суженых присматривали именно здесь. Как парень пляшет, как в пляске ведет, так он и по жизни будет. Таким добытчиком, таким кормильцем в семье. То есть как девка отплясывает, так у нее и дела быстро спориться будут. То есть если девка неуклюжая, неподвижная, то она и в работе такая. Регламент проведения вечерок по сложности не уступал, наверное, марлезонскому балету. Только тут было повеселее. Отпускали на такие вечера тех, кому уже исполнилось 15 лет. Но и тут молодежь веселилась под присмотром взрослых. В репертуаре хороводы, танцы и целовальные игры. Приглашать всех подряд на танец было не положено. Ведь раз позвал на кадриль, считай, заявил о намерении жениться. Кстати, это правило действует и поныне. Гармонист Яков так и нашел свою суженую. Как-то так присмотрелся к одной девочке, а она стоит с надутыми губами. И как-то так в сторонке все, в сторонке, в сторонке. Ну я подошел, говорю, пойдем плясать. То есть не спрашивал, пойдешь ли, не пойдешь ли. И там надо сразу взял за руку и пошел. В итоге вот так вот как-то перевез все сюда. И стали мы здесь жить пожелать. Современные вечерки, которые устраивают сотрудники Сибирского культурного центра, должны стать школой живого общения, которого так не хватает сегодня. В мире гаджетов и социальных сетей. Остаться в стороне от веселых гуляний и игр здесь просто невозможно. И в отличие от наших предков, нам уже не нужно уметь выводить сложные рисунки хороводов. Здесь всех научат простым бытовым танцам в неповторимом русском колорите. Настоящее ухаживание, словальные игры и фляски под звуки гармонии. Так когда-то знакомились наши бабушки и дедушки. Если вы хотите так же, то приходите 5 мая на площадь у дворца имени Молунцева. И возможно именно там вы встретите свою вторую половину. Мы отметим, что хоровод может быть и 5-го вводить, а вообще окунуться в русскую народную культуру можно уже с 4-го числа. Да, в соцсетях выложена полная программа. Как обычно, такие фестивали проводятся не только для нас, горожан, кто живет, кто интересуется, но и для тех, кто занимается фольклором, преподает в детских фольклорных ансамблях, занимается серьезно, собирательством, пением. В общем, для вас как раз и будут мастер-классы и встречи. Вот наши гости, которых мы уже сейчас будем приглашать в нашей студии и привечать, и будут учить тонкостям и сохранения и исполнения народных песен и танцев. Сегодня в гостях программы «Тот еще вечер» выпускник Санкт-Петербургской консерватории имени Иринского-Корсакова, преподаватель Омского музыкального училища имени Шабалина Евгений Багринцев и эксперт по традиционной народной хореографии Центра русского фольклора, выпускница кафедры Русского народно-певческого искусства Московского государственного университета культуры и искусств Анастасия Тихонова. Ребята – участники творческого объединения «Под облаками», который объединил профессиональных музыкантов и увлеченных любителей русского музыкального фольклора. В рамках фестиваля коллектив проведет творческую встречу, мастер-класс и концерт-презентацию, чтобы показать, как включить аутентичные традиции в жизнь современного мегаполиса. Добрый вечер, мы рады приветствовать в нашей студии вас. Ну что, может быть не очень оригинально, но тем не менее, мне всегда интересует, вы люди молодые, подвижные, красивые. Вот откуда этот эскипизм, почему какая-то попытка сбежать в прошлое, для чего все это делается? Ну, наверное, это желание быть какими-то естественными, найти какую-то свою оправданность своего бытия. Вообще, для чего ты здесь? Кто ты? Какая-то… Это попытка найти себя, в первую очередь? Ну, мне кажется, для нас, наверное, это необходимость уже, то есть мы себя так там чувствуем естественно. То есть это не попытка спрятаться где-то там в прошлом, нет, обратно, это… Мы просто… Понимаете, то есть народная культура – это какой-то определенный опыт твоего народа, который скрупулезно собирался со всеми поколениями, и вот до нас дошли вот эта народная мудрость. Собственно, слово «фольклор», оно расшифровывается как «народная мудрость». Ну что с ней надо сделать? Ее надо вытащить, переключить сюда к нам? Или как? Просто наслаждаться тем, что есть? Этот клад есть, им нужно пользоваться. Как им нужно пользоваться? Внедрять свою жизнь. Профессионалы, конечно, какой-то определенным, да, определенным аспектом пользуются. А люди, которые вот только-только погружаются и не имеют профессионального музыкального образования, этнографического, да, они просто какие-то вытаскивают определенные аспекты, да, из народной культуры и применяют в своей жизни. Им интересно этим жить. И они понимают, что они русские люди, они понимают, что они так начинают, там, воссоздавать свою семейное древо, начинают интересоваться вообще традициями своей родни, своей семьи, узнают очень интересные факты и понимают, что, оказывается, вот так-то так-то было, и это все им очень близко. Что ты не сам по себе, что ты часть, часть чего-то большего, целого и... Идея должна захватить масса или это должно быть все-таки уделом профессионалов, которые этим занимаются и время от времени вот на таких фестивалях, в которых вы сегодня, вернее, будете участвовать 4-го числа, показываться? Видите, это очень глубокий вопрос в плане того, что 20-й век очень тяжело пришелся для истории русского народа и народов... Какой век для русского народа не тяжелый? Не тяжелый, да, согласен. Но в целом большое количество войн, да, таких каких-то социальных потрясений, и вот выпала вот эта наследственная передача вот этих знаний, и в результате чего выросло порядка двух поколений, которые были лишены этих знаний. И, собственно, задача вот этого, скажем так, активного фольклорного движения по всему миру — помочь преодолеть вот этот разрыв, помочь, может быть, где-то искусственно. То есть мы, вот, допустим, как профессионалы, которые занимаются изучением, скажем так, научной стороны этого вопроса, мы пытаемся разобраться в технологии, как же это вообще бытовало, и помочь, скажем, восстановить утраченные фрагменты. И благодаря этому уже собирается целая концепция, и современные люди, горожане обычные, они понимают, что вот, это выглядело именно так, и уже могут этим пользоваться. Ну, то есть это не задача какая-то восстановить как музейный образец, нет, задача просто... То есть мы же видим, что вот, там, не знаю, народные исполнители в деревне, бабушки, дедушки, они замечательно могут петь, они могут прессать, ты пытаешься от них научиться, но если их нет возле тебя постоянно, да, мы не можем быстро обучиться. У меня вот в этой связи всегда возникает вопрос, ну, с одной стороны, понятно, цель ваша благая, и я, может быть, немножечко выступаю в позиции резонера, на самом деле, очень сильно поддерживаю вас, вы классно, работу выполняете, но как это все передавать, что должны делать люди? Они должны на вечеринке, вместо того, чтобы петь современные песни, собираться и петь, ну, не дай бог, «Ой, мороз, мороз», а вот что-нибудь, какие-нибудь заговорные песни или еще что-то, как это должно в итоге выглядеть? Или сарафаны надеть все время. Или просто надеть сарафаны. Или ложками деревянные. Знаете, актуализация такой сложный процесс, но вот наша основная задача — завлечь также молодых ребят, которые, ну, наши ровесники, еще помоложе, да, чтобы они посмотрели это не как на музейный артефакт, который вот в музее выставлен, а чтобы они поняли, что это цепляет, это интересно, и это действительно может стать частью их жизни, что они могут спокойно также пойти там под гармошку, под балалайку, пройтись спокойно по улице, попеть песни, никто не остановит их и как-то… Ну, хотя бы вот таким образом. Нет, это возможно, это возможно. Нет, на самом деле это классно. У меня, вот я сказал, два вопроса возникают всегда в этой связи. Это вот первое. А второе, вот подобное привлечение стародавних обычаев, оно на нашей почве, они начинают носить такой вид кичевости определенной. Да, ну как, ну мы надеваем этот самый кокошник и сарафан, и в то же время это все выглядит немножечко смешно. Вот это самое смешное не убивает то самое стародавнее, или это должно так быть? Знаете, глаз вот современного зрителя привыкнет к традиционной народной культуре, мы видим по телевидению что? Мы видим вот там кокошники, да, какие-то определенные… Или вот такие километровые. Да, километровые, большие, это блестящие различные атласные наряды, куча пайеток, золото, блески. Это кич, русский кич. А традиционный костюм, он совершенно немного другой. Он был определенных цветов, определенной фактуры. Он смысловую нагрузку нёс на себе голосами, да. И он очень красивый. Он не только такую семантику, да, глубокую нёс, но и он, статика совершенно другая у человека в этом костюме. Можно как раз таки увидеть на мероприятиях, да, различных. Вот совсем недавно проходил в Омске мероприятие, он назывался Академия Русской Культуры, и вот там была замечательная такой, не знаю, как назвать это, частью, когда человек со стороны приходил и мог почувствовать себя русским человеком. Его наряжали в костюм. Это мужчины и женщины. И потом Константин Дайнека делал сведение фотографий. И, собственно, можно было оценить, как человек выглядел до и после, да. Не то, что это великолепное преображение, но просто можно оценить, действительно, человек становится статным. Он становится каким-то не то, что отрешённым, но абсолютно спокойным, такой, его вытянули из суеты. Понимаете, вот он сам по себе такой, какой он есть, прекрасный. Как раз укореневшиеся люди вот выглядят в этот момент. Ну, они как-то вот со стержнем. Ну, вот просто мы видим прекрасного человека, и ничего больше. Красивого костюма, во-первых, помимо того, что статики придаёт, да, как вот человеку, весомости, человек сам себя начинает чувствовать каким-то полноценным уже более. Да, он красивый становится. Любого человека нарядив костюм. Знаете, ещё что важно? Ведь ваше благое дело сохранения вот этой самой исторической идентичности, оно же, по сути дела, приводит к такому центрифугированию, что ли. Вот вы как центрифуга, вы забираете самое интересное и важное, да, потому что если раньше в России Вологодская губерния отличалась там от Нижнегородской, как день от ночи, ну, по-своему, да, то вы вынуждены волей-неволей как бы всё приводить к общему знаменателю, и, по сути дела, отсекать какие-то особенности, и пытаться как-то унифицировать эту культуру, что в связи с этой унификацией вы что-то вынуждены терять, получается, правильно я понимаю? Ну, вопрос очень правильный. Тут два подхода. Во-первых, когда человек просто, скажем, вот я начинаю заниматься изучением культуры народа, да, я пытаюсь, конечно, где буду искать? В интернете сегодня, да, мы обращаемся, ищем народные песни, и повезло, если мы нашли действительно народные песни, и повезло, если мы нашли русского народа. Вот, начинаем выискивать какие-то, ищем то, что нам в душе приятно. И вот тут, вот то, что вы правильно сказали, мы берём самые сливки, да, какие-то. Вот, а, собственно, вторая ступень, когда мы начинаем уже делать это осмысленно, мы пытаемся понять, что же, скажем, ближе для меня. То есть я, как человек из Сибири, я начинаю копаться уже в своём, в сибирском материале. Потом конкретнее, в Омской области, да, выискивать там, откуда у меня предки, и вот нашёл там своё село, ух ты, есть записи. А если нет записи, я поехал туда в экспедицию, к примеру, нашёл там каких-нибудь там дедушек, бабушек, позаписывал от них что-то, или там своих порасспрашивал. Ну, то есть это такой длительный процесс, который всё зависит от того, от степени погружения данного конкретного человека. То есть после вас остаётся пласт материального исследования, да, какая-то вот исследовательская база тоже у вас нарабатывается в процессе всего этого. Она и до нас была огромная. Понятно, что, да. Мы непосредственно тоже едем в экспедиции, и сейчас-то, конечно, не такие экспедиции, как приехали, записали большой хор, да, как раньше эти в колхозах. Мы теперь немножко обратной стороной занимаемся, мы выучиваем эти записи, например, архивные, да, и приезжаем в село, и уже с бабушками непосредственно, которые там ещё остались из второго состава, пытаемся с ними петь, учимся, мы спрашиваем, так ли мы спели, правильно ли мы поём, и вообще туда ли движемся, пытаемся как-то воссоздать эту картину. Слушайте, ну это здорово, то есть они, наверное, тоже в большом удивлении. Слушайте, вот по поводу, у нас есть интересный опыт нашего, так сказать, участника коллектива, как он пытался искать русские песни в сети ВКонтакте. Он делал так, он писал там «Белгородская обл.», и ему начинало выпадать всё по Белгородской области нужные записи. То есть так же можно ввести «Владимирская обл.». И тогда уже фольклористы обычно таки выкидывают свои записи ВКонтакте, может таким образом поискать. Или, если вы знаете «Село», пишут там «Село Афанасьевка». Вот вам вылезает список, вы читаете и уже как-то... Приобщаетесь. Давайте послушаем чуть-чуть и зрителям дадим возможность послушать, как же звучат ребята из фольклорного коллектива «Подоблака». Таких море. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Такое вот услышат в городе наши жители во время фестиваля? Да. Да, конечно. 5-го числа будет сольный концерт Творческого объединения «Подоблаками». Собственно... Докама Лунцева. Докама Лунцева. Да, в 5 часов вечера. Вход свободный. Любой, может желающий прийти, конечно. И будут услышаны подобные песни. Может быть, не конкретные, но и территории... Конечно, мы занимаемся территорией Белгородской области. Наши основные — это Валуйский район, Волоконовский. И, собственно, некоторые... В общем, Белгородскую область мы будем исполнять. Возможно, это в диковинку для сибиряка будет. Но в целом в Сибирь же переезжали переселенцы с разных областей. В том числе и с Белгородской. Поэтому, может быть, кто-то услышит какие-то свои родовые звуки. Ну и на вечерке потом тоже попоем со всеми вместе. Почему бы нет? То есть это будет такая общая спивка, да? Это будет, во-первых, общая потанцовка, я бы сказала. Мы все вместе потанцуем разные сибирские танцы. Наши выучим, Белгородские. Ну вот я смотрю, вы будете преподавать азы хореографии, да? А вы как учить детишек вот этим самым тонкостям хореографии, правильно? Я буду учить педагогов методику, чтобы они своим деткам, так сказать, у кого нет определенной методики, уже делятся опытом моих преподавателей и собственным опытом. А что, дрова ломают нынешние педагоги, занимающиеся с детками народной хореографии? Ошибки допускают? Почему возникает вот эта необходимость коррекции? Ну, это не то, что коррекция. Знаете, во-первых, по традиционной народной хореографии очень мало сейчас материалов. И, допустим, вот так вот в сети найти методика народного танца. В основном сценический танец, да, нам будет представлен там в Яндексе, если поисковике поискать. А литературы достаточно мало. И педагоги, которые делятся своими методиками, ведь мало фиксации. Это мы сейчас уже начинаем фиксировать какие-то занятия, да, что делиться. Ну, то есть я училась у своих преподавателей. То есть учебника нет никакого, да? Они существуют. Но каждый раз вопрос, да, насколько, то есть каждый учебник, он какую-то свою, свое представление, во-первых, несет. То есть зависит от территории, традиции, которую мы изучаем. Все ведь уникально, да, и поэтому есть вот разночтение. Поэтому, допустим, если ты изучаешь там белгородскую традицию, приехав там, казаков изучать, ты поймешь, что что-то не совпадает у тебя, понимаете? И поэтому вот эта узкая спецификация, такая направленность, да, нужно тоже разграничивать. Вот сейчас вот с появлением современных технологий мы можем делать это более качественно. И поэтому основная, наверное, задача научить искать информацию, какие-то современные технологии брать на вооружение. Вот, наверное, это... Слушайте, да, наверное, это хорошая задача, даже не передать из рук в руки тот накопленный базис, да, а научить этот базис искать и самому потом обрабатывать. Но это как раз студенческий принцип. Главное не научить датам, да, а главное научить студента искать нужную информацию в нужном месте. Что заинтересовать? Вот моя коллега Наталья Рогалева, она еще один видеоролик приготовила. Да, да, мы уже просто затронули эту тему как раз некой такой, ну не адаптацией для современного мира, а когда мы начинаем внедрять вот эти вот огоньки нашей культуры, которые сохранились в нашу повседневность, да, и как-то сделать так, чтобы было без костюмов интересно и современно. И вот у вас же есть запись одного из выступлений в московском клубе. Давайте немножко посмотрим, да. Возможно, немножко, но в клубе. Мне очень понравилось. Я считаю, что так должно быть и в нашем городе обязательно. Но давайте посмотрим. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Легко традиционная культура интегрируется в современность. Но на самом деле это определенный вызов. Сложно было начать вот так вот выступать? Нет, не сложно. Потому что, знаете, в Москве на самом деле происходит куча таких акций. Одна из самых масштабных, когда, допустим, на 9 мая собирается, все знают, что на Патриаршем мосту есть определенная точка, и все приходят, большинство людей приходят без костюмов, потому что человеку современному, который проходит просто мимо, он видит пляшущих людей, которые играют на разных инструментах, скрипки, балалайки, гармошки, бубны, видят, что происходит какая-то пляска, кадриль какая-то заводится, и танцуют люди не в костюмах, да, традиционных, народных. Им, может быть, даже иногда проще погрузиться в этот процесс. Они понимают, что... Они думают, что это прохожие. А почему бы и я не принял в этом участие? И некоторые так и затягиваются. А, то есть вы так ломаете стену, да? Варьеров, да, нет. Ну, самое секундное сбиваете. Ну, на самом деле, то есть, конечно, Настя сказала, что думают, что это прохожие, но на самом деле отчасти это так и есть. То есть, ведь это люди, которые там приходят, это не просто там, ну, профессионалы пришли помузицировать. Нет, там ведь большое количество просто любителей. Люди, которые любят свою культуру, большие патриоты, да, и вот они этим занимаются, изучением. У кого-то там, не знаю, дед балалайшник был виртуоз, да, и парень только уже, когда деду там много-много лет, он там не осталось пару лет до смерти, он начал изучать, собственно, а если бы он, скажем так, не наткнулся на вот какие-то такие опыты его товарищей, он бы и упустил, и упустил бы, да, понимаете. Она не проживает. На звонок есть. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представляйтесь и слушаем вас, что вы хотели сказать. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я хотела бы узнать, где и когда у вас проводятся мероприятия, вот, касаемые нашей культуры русской, вот, народные танцы, песни, там, что-то где-то вот... В ближайшее время или вообще когда? Увидеть и поучаствовать, может быть, даже где-то когда-то. Ну, с ближайшего начнем. С 4 по 6 мая в ДК имени Малунцево проходит фестиваль Егоры Хоробры. Наши гости тоже там и работают, и выступают, и танцуют, и пляшут. В общем, будут с вами приходить бесплатно, все двери открыты. Это из ближайших. Ну, а дальше... А у вас есть вообще какая-то регулярность, подобная? Вот прицельно. Какое время, в общем, 5 часов у вас с 5-го... Концерт, да, общегородская вечерка, которая будет проходить перед ДК Малунцево, в 19.00 каждый желающий может прийти. И также будет съезжий праздник 6 мая, воскресенье. Можно прийти с 12 часов дня и также возле ДК Малунцево. И там до вечера. Будут проходить до вечера гуляния всеобщее. Ну, вот прицельно можно назвать так, выходные в русском стиле. У нас 5 и 6 мая. 5 мая будет концерт юбилей десятилетней коллектива «Новая деревня», который будет проходить по адресу Маркса 4А. Это музыкальное училище Минишебалина. Будет большой концерт, вход свободный. И также в этот день, в 5 вечера ДК Малунцево, вход свободный, ансамбль под облаками будет выступать. После этого будут народные гуляния. И 6-го начинается, опять-таки, с народных гуляний в 12 часов дня. И в 5 часов вечера выступает ансамбль «Звонится». Вот это культурные выходные в русском стиле. Судачи подожду. Да, и все бесплатно. Но самое главное, ни за что не наплатить. Можно даже покормить. Что там не развернута кухня русская народная? Не вижу я. Но можно с собой и там друг дружку угощать. Я думаю, все там найдется. Ну что, у нас буквально минуты две до того, что мы говорим. Ты меня мугаешь, Наталья. Ты так увлеклась. Я хотел бы еще такой вопрос задать. На самом деле, мы говорили, мне все это напоминают такие качели. Современность, старина. Что все-таки перевешивает? Старина от нас уходит или мы можем ее вцепиться и сохранить? Или все-таки вы похожи на того самого голландского мальчика, который воду башмаком пытается отчерпать, но вода все прибывает и прибывает. Как вы себя чувствуете в современности? Ну, за большой период времени, на самом деле, наше фольклорное сообщество стало очень большим. Начиналось с маленькой кучки, да. И оно выросло. И мы видим, что очень много поколений сейчас занимается фольклором. Целые семьи выросли, да, в этой фольклорной среде. Нас, конечно, мало, но качество растет. Вы знаете, мне что больше всего нравится в этой истории? Что то, что в годы советские носило характер таких вокально-инструментальных ансамблей, скажем так, хореографических. Там, березки какие-то, еще прочее. То сейчас это стало уделом людей увлеченных, которые по-настоящему, как вы, занимаются этим делом не за деньги, не за славу, а за интерес. Мне кажется, в этом как раз и есть залог того, что дело ваше не умрет, а будет процветать. Прав я, нет? Жень. Очень замысловато вы выразились. На том стоим. Дайте, я отвечу так же, замысловато, отстраненно. Я надеюсь, что вообще основная наша мысль, наш тезис в том, что народная традиционная культура абсолютно любого народа крайне важна для того, чтобы мы мирно сосуществовали на нашей планете. И поэтому, если ты начинаешь любить свои корни, по крайней мере, воспринимать не клишированно как-то, а вот понять, из чего она состоит, то ты так же с уважением начнешь относиться к другим народам, к культуре других народов, ты не будешь злиться. И, соответственно, уйдут многие вопросы, понимаете, между конфессиональной, социальной и прочее, прочее. То есть, опять-таки, это важно с точки зрения государственности. Люди будут дружить. И вот поэтому, как минимум, это очень важно. А то, что этим занимаются молодые люди, то, что это поддерживается государством, и вот проводится при поддержке Министерства культуры в Омской области такой фестиваль крупный, он уже 18-й, да. И приезжают коллективы с Урала, Сибири. Это лишь подчеркивает, что это интересно, что это актуально. И что не стоит этого бояться, а просто нужно плыть по течению. Начинается ваша мысль, что манкурты действительно плодят в этой жизни ненависть и войны, а люди, которые думают о своем прошлом, помнят, а его тем более сохраняют, они сохраняют мир на земле. Ну, здорово! Спасибо вам огромное за то, что вы сохраняете мир на земле. Спасибо большое, что пришли в нашу студию. Времени мало, но мы поговорили, по-моему, очень здорово. Спасибо и удачи вам в вашем студии. Спасибо большое. Ну, такие прекрасные молодые ребята побывали у нас в гостях. Очень здорово, что мы, благодаря им, сохраняем знания о прошлом. Они, конечно, потрясающие. Они молодцы. Потрясающие. И с ума сойти, сколько в нашем городе за последний месяц проходит таких невероятных событий. Вот я говорю про Академию русской культуры, сейчас про Егоря Хороброва. Видимо, в этом есть потребность. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, да, как сказал Владимир Майкорст? Нужно. Если вы еще пока сомневаетесь, вот не сомневайтесь. Дай бог, они будут теплые. И даже если они будут не теплые, все равно, все открыто, все доступно. Надо дома не сидеть, надо идти. Если вы пока сомневаетесь, не сомневайтесь. Если вы пока мерзнете, не мерзнете. Все равно придет. Придет. Все придет. Все будет. Все есть. Главное, да, проявить инициативу. Сегодня мы у вас спрашивали, так что же мы сохраняем, проводя вот такие вот фольклорные фестивали. и лидирующий ответ на сегодня, это все-таки душа нашего народа. 95%. Да, в глубину смотрят и солидарно с нашими, я думаю, с тобой. Главное, что ничего считают только 1%. Это вообще какая-то такая погрешность среднеаритметическая, что можно сказать, исчезающая маленькая. Ну, тем не менее. Собственно говоря, я и рад такому итогу голосования, потому что мне нравится, что люди считают подобные мероприятия важными, нужными. И даже если они задумались сегодня о том, важно это или нужно, и что мы сохраняем, это тоже хорошее дело. Когда человек думает, он существует. Да, какие-то эрго-сумы. В общем, так. Приходите на фестиваль «Горья Хороба» с 4 по 6 мая в Декаменье Молунцево, пойте, танцуйте, вечерки, целовальные игры, боже, там программа прям дома. В общем, веселитесь и главное не забывайте помнить о своей национальной культуре, любой национальной культуре, в любое время года, в любое число, в любой день недели. Потому что, как мы выяснили сегодня в ходе нашей передачи, это позволяет сохранять мир на земле. Как говорят англичане, make love not part, вот как-то так. Давайте жить дружно, говорил еще девочка полярный. Говорю, пушистые хвостатые, да. Давайте последуем, к примеру, хороших вам праздничных выходных. С вами была Наталья Рогарева. Владимир Мутов. Берегите себя и хороших вам вечеров. Пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин